Сегодня у нас 18 июня 2016 года. Посмотрим, чем у нас занимается детское прославное Лагерстан. Вот. Уходить куда-либо, даже и в деревню, одному без разрешения оставшего. Не, 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 не. За очередь устав. Уходили в деревню, почему-то? Разрешено. Одному уходили. Давай, бей. Звучит музыка. Царство силы, слава веки, аминь. Слава Твою, Сыну, Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, благослови. Так я вижу, кланяются, как пастора брящики. Вот так вот. Поклон должен быть такой. Сначала перекрестись. И потом поклонись так, чтобы в рука могла пол достать. Ну, вот так. Ну-ка, давай, Господи, Иисусе Христе себе Божий. Помилуй меня грешного. Вы же православные. Руки не надо пускать. Ну, знаете. Значит, смотрите, где будем обедать? Здесь столовой или там? Здесь. Здесь? Да. Значит, некоторые новинки в виду. Не новинки, а память. Никита Андреевич нашел там. Поля, столбы, лагерь, столицы. Место поджика. Ну, поджога, наверное, имеется в виду. Это имеется в виду что? Это... Диверсия. Костер где. Ты что, смотри, как нарисовали хорошо. Да. Вот, посмотри. Это Тимотей нарисовал. Поля, столбы. Я не кайму погодал. Тут гелия. Среди нарисовал? Место поджига. Тут надо разобрать еще. Тимофей нарисовал. Кто это делал? Тимофей! О, молодец. Он для нас карты делал. Держи домой понесешь. Только подпиши, Ладон, где что. Он для нас карты. Комментарий не надо, ты много выскакиваешь. Наденьте головную убору пока, а то тут маленько моросит должен. Утром, когда идете за водой, поставьте за правило, чтобы с собой приносить кошкам, я приношу здесь маленькие сосуды, кошкам и собаке, чтобы с собой несли еду. Ну, если еды нет, значит, взять, дождаться и тогда идти. Я утром встаю давать, ничего нету. Я банки пусть я наносил, а они стоят незаполненные. Никита, отвечаешь за это. Ответственность за это, для памяти. Принести мне, поставить там на холодильник или в крайнем случае, я закрыт на скамеечку. Ну, на скамеечке надо закрывать там вороны. Это некоторые вам замечания. Теперь, одежду забывай за станом. Вчера сколько забыли? Забытая одежда, это означает, тебе надо будет взять ее вот так вот, и бежать, и кричать. Я забываю вещи за станом. Три раза вокруг стану оббежать. Вот так махать. Все понятно? Обувь там или платок ты забыла, или вы будете бегать. А прибежишь уже, первый с ней, да рот закрывай. Так, у нас новый человек сегодня, выйди сюда. Щетка, быстро отходи. Как тебя за разную жизнь? Степа, Степа, Степа. Фамилия как? Устинов. Где живешь? Потеряевки. Потеряевки. Так, вот, это наш насильник будет. Ты перешел в лагерь, да? Вот смотрите. Ну, девочек, ты узнаешь, как звать у тебя. Вот, три этажа платье, это юбка-то, это Маша, это Софья, ну, остальные, это Виктория. Остальных ты узнаешь. Никого нельзя обижать, нельзя драться, нельзя обзываться, ты это знаешь. Правило здесь, изучай. Иначе я займусь тобой очень крепко. Когда дают любую работу, делать ее надо. Чтобы мне не сказали, а он ленивый. Это не годится никуда. Так, теперь, там бумага у меня лежит, без разрешения не брать. Бумаги много, это мне давали отходы, а в алтайской правде. И вы ее бросаете. Вытащили, на нее ноутбук поставили, ушли. Ветер раздул, все попал валяется. Зашел в чистое поле. Почему не убрали? Первый спрос, начальника, кстати. Я тут не был, я узнаю. Значит, выход один, бумагу я забираю и больше давать не буду. Зачем она? Ее так трудно доставать, теперь у нас ее нет. Или вы ее будете убирать. Старший воспитатель, роль старшего воспитателя, хотя неофициально, считается еще Виктором Николаевичем пока. Официально мы его не сняли. И, ну так, временный, говорится, исполняющий Владимир Александрович Пащенко. Значит, с бумагой, с карандашами. Карандаши, которые бросаете, ручки, я их собираю и в отдельном ящике больше не получите. Чтоб за собой убирали. Побыли, как пожар, бросили, под ногами идут, только ручки хрустят. У нас живут птички где-то там, в келье. Туда к келье не подходить и не заглядывать. Она еще не вывела. Она застудит их и пропали. Здесь тоже. Издалека, смотрите, прямо над столом у нас гнездо. Видели? Уже маленькие. В бане точно так же. Там баню надо как-то делать так, Володя, сегодня баня будет. Чтобы из бани дверь часто не открывалась. Дымом не задушить там их. Ну, селятся тут. Я сам пожелал этого. Рот закрывайте все время. Со стола стирать. Мыть посуду сразу. Позавчера смотрю, один бегает. Я говорю, а кто дежурный? Я. А посуда там так и стоит. Все. А мы сейчас будем убирать. Ты не должен уходить оттуда. Собрать ее и привезти. Теперь пойдут посеять, если пойдет посеять. Девочка какая-то. Девочек могу отпустить в лединовых сапогах. Она пойдет, когда мы еще не завтракали. Если она попросит, то пожелаете. Я могу всех отпустить. Пойдете? Да. Сегодня пасет Василиса. Всегда она пасет Еремы. Ну, она Василиса хуже всех пасет. Я не знаю, просите у нее или нет. Она не знаю даже, как будет. Тогда была девочка тут, Глушкова. Так ее, что там была, Юля или кто уговаривали. А Ерема сам приходит, дайте мне пасухов. Сам приходит. А разница большая. Мы наделимся. Вот она мимо сейчас прогоняет. Мы выйдем и все скажут, доброе утро, Василиса. Кричим, приветствуем. А потом позовем и спросим, тебе пасухи нужны? Нет, она скажет, нет. И да, там все. Нелюбимые во дворе, зачем нам нужно? А когда будут пасить другие, у кого... А кто другие? Только у Синов, больше никого нету. Коров-то в трех дворах остались только. Ногами не шорт. Зачем? Ногами не надо шорты. Так. В субботу у нас день выходной, но до завтрака мы работаем. Почему? Дрова. Если дров не будет, а где мы возьмем? До завтрака. После завтрака, теперь до понедельника, до утра мы уже не работаем. Поняли? Сегодняшний день занимаем мы. После обеда баня будет? Да. Баня. После баня, сколько-то время там пройдет после еды, на часок ляжете отдохнуть. Это единственный день, чтобы в церкви не дремать. Служба длинная. И перед службой... А я не хочу. Не хочешь сидеть здесь рисуй. Но не шуми. Если будешь шуметь, значит сразу заставим работать. Пойдешь работать. Сказали отдыхать, отдыхать. Сначала в туалет сходите. После еды там пройдет там хотя бы час-полтора. Я посмотрел сегодня, как работает. Много времени тратите на разговоры. Разговорить вообще нельзя. Смотрю разговоры, опять разговоры. Палку повернуть туда-сюда. Крутят вдвоем, смотрят, чего они ее крутят на одном месте. Она от этого короче не станет. А язык только длиннее будет. Вот мы вчера, видишь, как мы сделали, вот здесь отставили. С Никитой. Заново подняли. Теперь я прохожу здесь. И даже не задеваю. Я раньше склонялся. Не задеваю даже. Вот она, видишь. Вот здесь прохожу. Тоже, видите как. А то я все время склонялся. А там нарисовали красным. Красным, чтобы не стукнуть. У меня красные круги пошли в глаза. Я узнаю, что такое красный. Видите, закопали, сделали. Это работа. Поднимали, забивали. Тут не дает. Там тесали, тесали. Там прибить к тем прожиренным, которые идут. Самой этот муторакань называется. Муторакань. Так. Какие замечания были? Она сейчас прогоняет. Уже рядом выйдем сейчас коров. Прямо рядом еще я вам расскажу. Устав хорошо изучайте, чтобы его не нарушать. У нас осталось еще один человек. Как прибудет в лагерь, один. И сразу в следующую пятницу будет костер. Надо, чтобы было 12. У нас 11 только еще. Главная группа еще не приехала. С группой едут у нас из Катеринбурга. Группа приезжает. Ну и этих, считай, группа четверо за Гуляйске. Ваня, ты приедет или нет? Не знаем. Может быть, в июле будет. Не знаем-то. Сейчас я не пойду. Мы не знаем. Может, будет. Ну, думаю, будем ждать. Сейчас мы выйдем, приветствуемся. Которые идут пасти резиновые сапоги. Что-то не так это. С собой палочки. Там бык есть такой, чтобы вас не забодал. Мы потренируемся, как быка отбить. Прямо бей ему по морде. Ихать, Севну, ведь. Там нет быков, которые нападают. Его нет уже? Нет. А, его, видимо, уже отправили. Там только из выдая не осталось. Его нет. Давайте выдаю. Он всех боится. Вон там овечки пачут. Говори, 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 говори. Овечки наши ходят по-теряйски. Коровки. Володя, вот это развалилось. Это можно сделать? Можно, да. Ну, какой-то гвоздь. Когда он не достает даже. Там лежат они. Никита, почему ты не делаешь того до времени? А Никиту все равно сделаем. Под ногами валяются. Гвоздь. Ты видишь, что-то лежит. Ну, почему не убрать? Вот эта сторонность ваша, она меня задавливает. А там и с Кириллом делали. Ну, вон она болтается. Видишь, как? Можно было сделать пустяк от такой-то. Сделать сегодня, а не завтра. В субботу сейчас не работаем. Взрослые тут могут находить в себя работу. Сделаем. Сейчас она их будет поворачивать. Посмотрите. Вот корова, это фабрика. Вот она ест траву. Корова красная, трава зеленая. А молоко белое. А масло желтое. Как это будет так? Черная корова. Того будущего быка защит нету. Убрали его. Он дободался. О, ой, ой, как играет. О, смотри, как. Это играет в футбол он. Это видно, что вратарь. Ой. А он запрыгал. Овечки его испугались. А вот он бодает. Повалю или не повалю. Это вот Солженицын. Есть рассказ такой про себя. Когтеленок бодрался с дубом. С дубом, с советской властью, с КГБ. Второй подошел. А овечки, козлята, они прыгают кверху, как на пружинке. Вот они где. Сейчас мы... Вот она далеко ушла. Видите? И ушла она далеко. Мне неудобно там. Но мы из-за... Как только появится она поближе. Тогда ее поприветствуем и подзовем сюда. Посмотрим. Если она не захочет, то она не захочет. Она будет сейчас устраняться, оттуда не выходить. За стадом будет крутиться, но сюда не подойдет. Это уже явно, что она нас не желает. А если так, она подойдет рядом. О, все, подошла. Давай, сейчас она мимо погоня. Вон они как поберли. Видите, ля-то так как. Ой. Красивые. Загоняшки играют на эссен. Вот они как. А там бегает нападающий. Овечки испугались от него. Бегут дальше. Потому что он самый сильный там. Он самый сильный из них. Он может перебить. Черный он. Если быка разозлить, то он на тебя пойдет. Да, Боря. Он игривый-то какой. Он учится бегать, ему надо. От волков убегать. Вот она. Пошла дальше. Сейчас выйдет сюда. Если быка разлить, то он на тебя пойдет. И ему все равно. У тебя рубаха порвана. Вот зачем смотреть надо. Где ты порвался? Это Андрей. Вот Василий Сейн. Игнатий Сейн. А он-то у него. О, Игнатий Сейн. О, Василиса. Подожди. Видишь, она не глядит на нас. Она на нас не глядит совсем. Так-то ты бы не зашивалась. Говорит, что мы нежеланные ей. Так, Андрей, это ты порвал рубаху. Зашить. Бери иголку и зашивай. Вот сейчас мы посмотрим еще. Действительно она не хочет нас или... Она отворачивается. Недавно я ее там пробирал. Она загнала на пляж, там все изгадили. Берег обрушенный. То есть не посла лежала на скамейке. То я сделал замещание. Прошлый раз она здесь их заблокировала. И никуда они стоят в воде. Сейчас, второе, не пойду. То есть самые плохие пастухи. Конечно, она ко мне относится так. Вот давайте, сейчас отсюда кричим. Вот она, лицом сюда. Подожди минутку. Давайте кричим, доброе утро, Василиса. Доброе утро, Василиса! Подойди к нам сюда, Василиса. Мы попросимся у тебя. Сейчас мы поговорим, посмотрим. Торо, персонажи нет. Если что, после завтрака пойдете. Нет, значит, ждать. Лиза пасет или анфиса. Палочки у нас несут. Самое главное, что в таблетке. Вот эта трава растет, это клевер белый. На нем воролись, помните? Да. Да, да, но для кроликов мягкий. Смотри, как оно лово какое на него. Только шмель может брать с него. У него хоботок подлиннее, чем у пчелы. Мы еще, Василиса, хотели узнать, тебе пастухи нужны? Девочки. То есть не знаешь, да? А то девчата хотели пасти. Да. Я далеко собралась знать. Она говорит, далеко собралась знать, так что не знает. Ну, пойдем. Вот в прошлый раз мы давали, так они вон туда по лагам угнали. Да мы вечером встречали их. Кто паста-то, я не знаю. А я пастла тогда. А кто паст пастухом-то был? Кажется, Глушкова были. Глушкова были. Это куда пастлать? Ты главная, конечно, будешь. Сказала, куда пастлать. Зря не гонять. Скотина должна напиться. Поить только с этой стороны. Туда близко не подгонять. Так возьмешь эту ораву? Ладно. Отда? Да. Сейчас позавтракает, они придут. Придут, мы наложим с собой. Вы ее угостите с собой. Хлеба, пряники и воды. Такой закон. А в обед тогда так. Ты только команды. Куда гнать? Зря не гнать. А не потихонечку, чтобы... Когда уже вымя полное у коровы, она должна идти потихоньку. У нее целое ведро тут мотается между ногами. Ты пожалей ее. В молоке нас считали 96 элементов. Ни одна фабрика мира не может сделать из травы молоко. Не может. Самая высокоразвитая молочная промышленность, вот сепаратор, это Дания, Швеция. И там из травы решили это, узнали, какая структура молока, все, заложили. Молоко зеленое. Стали поить, только кошку этим сдохло. А когда стали маленько настоящего, натурального, от коровы-то, она живет. Это добавка. Можно делать искусственно, но никто не будет делать. Вот она, у нее там километры перерабатывается. Вода, там у нее в животе такая книжка есть, странички листается. И там высасываются нужные. Это очень-очень сложно все. Корова, она жвачная. И у ней копыта раздвоенные. Это разрешается в пищу. Бетхозаветным иудеям и мусульманам. Но у христиан нынче с молитвой все можно есть. Вот на корову смотрите, она называется кормилица. В войну старались любыми путями корову сохранить. Корова есть, а дальше там пни вот эти гнилые толкли. Крапиву разные с молоком, ребенок уже не умрет. Все, выжили. На корове выехала война вся. Поэтому зря ее не гони, не бей. А заверни потихоньку, да разговаривай с ней. Она любит, когда разговаривает. Ты корова хорошая, давай домой пойдем. Подгоряй ее. Тебе самому приятно будет. Ну все, забер. Спасибо, Христов. Субтитры добавил. Садитесь, куражки можете снимать. Видите у нас какой порядок, вот кто дежурный, не прислоняйся, рукой не задевать, иначе вот в эту петельку сам залезешь и будешь стоять работать, вот она, дежурить на веревочке будешь, так, ну что, ничего нету, дежурный, ну иди скорее, проси, все на этом. Спасибо.